Глубоко уважаемый Владимир Михайлович, глубоко уважаемые коллеги, позвольте начать свое выступление. Можно открыть первый слайд? Мое выступление касается как раз персонализации в лечении больных раком яичника. Почему-то. Вот стрелку я переключаю, вот эту, правильно? Вот эту, вот эту. Вот эту, да? Просто напомнить, что рак яичников – это гетерогенная группа опухолей, и в основном она представлена серозным раком яичника, и мы выделяем high-grade и low-grade. В основном, конечно, из 70% серозного рака в структуре рака яичника 65% вставляет как раз high-grade. Сейчас мы делим рак яичника на два патогенетических варианта, и как раз high-grade – это основная группа пациенток, это рак, который развивается по второму патогенетическому варианту, где чаще всего уже распространенный опухольный процесс, агрессивное течение, но эти больные отвечают как раз на платиновую терапию, которая стандартным является для рака яичника, и у этой группы пациенток, у которых high-grade, мы и знаем о том, что здесь мы будем выявлять соответствующие группы в проценте случаев и мутации P53 и 9-цик, BRK1 и BRK2. У каких больных, в каком возрасте? Если для рака молочной железы акцент делается на молодой возраст, семейный анамнез в наследственной предрасположенности, то для больных раком яичника вы видите, что средний возраст 60 лет, и посмотрите, там, где нет мутации 57-61, и то же самое, средний возраст больных с BRK1 и 2, вы видите, возраст практически такой же. То есть почти каждая четвертая больная с BRK мутацией может быть старше 60 лет. Говоря о том, как часто мы сталкиваемся с возможным вариантом BRK мутации у больных раком яичников, здесь представлены различные страны, география. По России, вы видите, это 12-19 на общую популяцию больных раком яичника, а среди серозного рака это 14-17%. Откуда эти цифры? Это данные в основном из двух крупных центров. Это институт онкологии Петрова и РОНС. Сейчас собирается материал по России. Возможно, будут немножечко другие цифры. Мы знаем, что по географии азиатский континент, там ниже показатель, там другие мутации выявляются. Это вот мы видим на примере Казани. А то, что касается европейской части и то, что делается в нашем институте, сейчас каждый больной, первичный рак яичника, мы проводим тестирование на BRK мутацию. Эта цифра превышает даже 14-17, уже достигает 20%. То есть каждое пятое оказывается BRK мутированное. О семейном анамнезе тоже надо сказать, что если вы посмотрите на эти графики, фиолетовый с семейным анамнезом, и посмотрите, нет семейного анамнеза, но это BRK мутированные пациентки. И как выясняется, что даже не только касаясь России, где, к сожалению, генетическое дерево бывает очень сложно построить, мы не помним, к сожалению, своих потомков многие, но страны европейские тоже приводят данные, что у многих в анамнезе нет в генеалогии присутствия среди родственников рака молочной железы, рака яичника. Но в то же время мутация BRK 1-2 провоцирует развитие рака яичника, но у этих больных прогноз оказывается несколько более благоприятный. Вот здесь анализ 26 больших исследований, которые говорят о том, что у BRK мутированных на круг 5-летняя выживаемость превышает даже 50%, а тогда как среди немутированных ниже 40%. И еще исследование по эффективности химиотерапии у BRK мутированных. Вы видите интерпретериальная химиотерапия, сторонниками которой являются РОНС, и вот здесь сидит Александра Сергеевна Тюлянзина. У больных с оптимальной цитаредукцией проведение интерпретериальной химиотерапии оказалось более эффективным среди BRK мутированных пациенток. Что касается чувствительной химиотерапии, да, мы всем больным в стандарте проводим лечение как одевантное, так и следующих курсов химиотерапии с препаратами платины. Но в то же время, там где есть присутствие герминальных и соматических мутаций, вы видите эффективность химиотерапии платины выше, чем по сравнению с пациентками с отсутствием мутации. Таким образом, когда у пациенток развивается рецидив заболевания на платину, который они получали первоначально, но интервал прошел соответствующий, и забивается платиночувствительный рецидив, то здесь даже цифра BRK мутированных пациенток выше. 30-40%, если их тестировать с рецидивами заболевания, оказываются пациентки с BRK мутациями. Еще одно исследование, которое вот здесь приведено, САФРА, которое анализировало больных с платиночувствительными рецидивами, и с проведением платиновой химиотерапии в комбинации с другими препаратами мы проводим при рецидивах заболевания. И наиболее эффективными оказались комбинации с антрациклинами, как уже звучало, правда, там с метамицином, но это антрациклины, здесь пигелированные липосомальные докцины, бицин и гемцитабин. Вот эта комбинация у BRK мутированных оказалась более эффективна по сравнению с комбинацией привычной для нас токсаны с платиной. Таким образом, какие особенности BRK ассоциированного рака яичника? Прогноз оказывается несколько лучше. Мы видим, эти пациентки будут откликаться на платиновую химиотерапию. Но еще у нас появилась новая опция возможности подведения таргетной терапии у этих больных. На чем это основывается? Вот здесь предъявлено клиническое исследование 19, это второй фазы исследования, рандомизированное исследование, двойное слепое исследование, которое проводилось среди пациентов с платиночувствительными рецидивами. И вот здесь представлен дизайн исследования. Одни больные после того, как достигалась стабилизация процесса при проведении лечения при платиночувствительных рецидивах, по завершению, при достижении или полного ответа, или частичного, или стабилизации, в дальнейшем лечение пролонгировалось уже поддерживающей терапией аллопарибом. В одном рукаве, во втором рукаве назначалось плацебо. И лечение проводилось до прогрессирования. Значит, первичная точка в этом исследовании была оценить выживаемость без прогрессирования на момент рандомизации. И вторичная оценка была, конечно же, увидеть и общую выживаемость, посмотреть частоту объективного ответа, частоту контроля заболеваний, безопасность, переносимость и оценить качество жизни этих больных. Каковы были первые результаты, которые были оценены? Это было на круг для всех больных, включая БРК мутированных и БРК отрицательных. Результат оказался выше там, где назначалось после стабилизации процесса, после химиотерапии, назначение поддерживающей терапии аллопарибом. Результаты оказались медианой выживаемости на почти 4 месяца выше группе с поддерживающей терапией. Но что было сразу обращено внимание, что высший эффект был среди БРК мутированных больных. На момент, когда начиналось это исследование, не у всех пациенток оценивалось состояние БРК. Теста не проводилось многим, но ретроспективно затем это было сделано. И здесь оказалось, что среди БРК мутированных пациенток, посмотрите, результаты оказались выше по сравнению с предназначением аллопариба, по сравнению с плацебо. И результаты фактически на 8 месяцев выше. По этому выводу были сделаны первые выводы о том, что выживаемость без прогрессирования у больных с БРК мутации оказалась выше фактически почти на 7 месяцев, если мы сравниваем. Кроме того, в последующем назначении следующей химиотерапии, что, конечно, потребуется при прогрессировании заболевания, было отсрочено. Посмотрите, на 9 месяцев в группе принимавших препарат аллопариб. И последующая химиотерапия тоже была отсрочена, что важно в плане качества жизни пациентов без проведения возможного лечения. На что еще сразу вторая точка. Это, конечно, нас интересует вопрос общей выживаемости, не только без прогрессивной выживаемости, которая, конечно, радует. Но посмотрите, и общая выживаемость, которая не всегда достигается на таргетной терапии, здесь тоже оказалась выше среди БРК мутированных больных. Посмотрите, среди БРК мутированных больных медиана выживаемости составила 34-35 месяцев по сравнению. То есть фактически, посмотрите, на 8 месяцев выше. И когда подведение следующих этапов этого исследования, анализа, оно говорило о том, что при вторичном анализе, что выживаемость была выше, как мы уже отметили, в соответствующей группе. И особенно обращало внимание, что некоторые центры переходили негласно на назначение аллопариба при прогрессировании процесса. То есть не чисто такое экспериментальное клиническое исследование было бы, а когда исключили больных, которые в дальнейшем переходили на аллопариб, то вы видите, выживаемость на 8 месяцев доказуема была выше в группе, которая именно общая выживаемость при проведении таргетной терапии. И вот резюме этого исследования, вторая фаза говорила о том, что увеличивается как беспрогрессивная выживаемость, так и общая выживаемость больных, когда вот ретроспективно оценивали среди больных с БРК мутации. Но вот эти цифры уже были озвучены, различия, которые были статистически достоверны. Аллопариб – это препарат таргетный, конечно же, это белковый препарат, который имеет свои побочные проявления. И это тоже была вторая точка анализа в этом исследовании. Препарат вызывает побочные проявления. Это может быть тошнота, утомляемость, рвота, анемия, выявленные нейтропинии. Ну, такие наиболее значимые, хотя не было третьей-четвертой степени значимых изменений. И больные, вы посмотрите, часть больных, которые прогностически оказались, видите, благоприятные, на Аллопарибе уже находится более трех лет. 14% общей популяции, а с мутацией 18%. А более пяти лет, видите, принимают уже, еще принимают, видите, 15% больных. То есть даже длительный прием этого препарата не вызывал тяжелых побочных проявлений. Что еще? Вот мы говорили о качестве жизни, которое оценивают субъективно сами пациенты. Принимая вот заведомо неизвестный препарат, это будет или апариб, или плацебо. И проводился объективный уже потом анализ вот этих опросников качества жизни пациентов, который показал, что не было ухудшения качества жизни на добавлении вот в лекарственную терапию таргетного препарата в поддерживающем режиме. Исследование 19, выводом которого являлось, говорило о том, что побочных проявлений не столь выражено. Это эффективное лечение, которое не скажется существенно на качестве жизни этих больных. И этот препарат был зарегистрирован даже после рандовизированного исследования второй фазы уже для практического применения в Европе. И дальше, вы смотрите, очень близко время прошло по дате. В 16-м году, в июле, этот препарат уже был зарегистрирован в России для применения в лечении больных. Посмотрите, это больные, как поддерживающие терапию больных с плотиночувствительными рецидивами, с наличием БРК-мутаций, которые ответили в дальнейшем на химиотерапию. И при наступлении полного или частичного ответа им предлагается химиотерапия, таргетная терапия аллопарибом. Вот здесь это рекомендация ЭСМА. То есть, что препарат должен быть предложен в лечении аллопариба поддерживающими режимами больных с плотиночувствительными рецидивами, с наличием БРК-мутаций. И посмотрите, Русска тоже в своих рекомендациях 2016 года включил этот препарат в лекарственную терапию больных с плотиночувствительными рецидивами. То есть, говорится о том, что это на сегодня входят практически рекомендации в России. Как, вот еще раз, алгоритм для плотиночувствительных рецидивов, То есть, при достижении стабилизации процесса, при БРК-положительном тесте, этим пациентам должно быть предложено назначение поддерживающей терапии аллопарибом. По 400 мг два раза в день до прогрессии. Это выглядит следующим образом. Ежедневный прием 16 капсул достаточно, видите, может быть, с одной стороны неудобная форма. 8 капсул утренняя доза и вторая доза во второй половине дня. Препарат, видите, имеет тоже особенности приема. Но в то же время наличие вот этих 18-16 капсул позволяет в некоторых случаях при появлении побочных проявлений редуцировать дозу в количественном отношении к этому препарату. В отличие от некоторых таргетных препаратов, которые представлены в одной капсуле или в одной таблетке. И вот рекомендации по проведению, кому же, значит, надо проводить тестирование. Мы видим, что европейские рекомендации говорят о том, что у пациенток с опухолем в высокой степени злокачественности должно быть проведено тестирование для определения герминальных и соматических мутаций и обсуждена возможность определения вот этих соматических мутаций. Это всем больным, первичным больным раком яичника это целесообразно делать. Однако не всегда у нас в российских условиях мы тоже в рекомендациях это пишем. Но в настоящее время появились возможности благодаря программе «Русская», которая поддерживается фирма «Астра». То есть это бесплатное обследование пациентов с платно-чувствительными рецидивами. То есть не первичные больные, а у пациентов, которые зарегистрированы платно-чувствительные рецидивы, вы можете уточнить, есть ли БРК-мутация или нет. С каким вариантом? Или будет отправлена цельная кровь, тогда будет определена не только герминальная мутация, правда, Евгений Наумович? А если будет парафиновый блок опухоли, то будет определена соматическая мутация. Но лучше бы еще и здоровую ткань, тогда будет и герминальная. Хотя и в опухолевой ткани можно определить и соматическую, и герминальную мутацию. Меня Евгений Наумович может поправить. И вот по получению дальнейшего результата ответа, если это БРК-положительный результат, после проведения комбинированной платиновой терапии при достижении эффекта, дальше в течение 8 недель желательно этот вопрос решить, и желательно сразу после наступления ремиссии назначить, предложить больной поддерживающую терапию аллопарибом. Спасибо за внимание.